Красноярские журналисты побывали в гостях у отшельницы Агафьи Лыковой. Вместе со студентами Московского технологического университета они привезли продукты и вещи. Добирались до заимки Лыковых на вертолете. Агафья живет в уединении в Тайге Абаканского хребта Западного Саяна. Среди подарков, которые привезли студенты, новая сковородка и фрукты. К примеру, дыня. Ее Агафья Карповна пробовала впервые в жизни. По словам журналистов, отшельница чувствует себя хорошо, несмотря на потери своего единственного соседа, Ерофея Сидова, который умер этой весны. Продолжает самостоятельно вести хозяйство. Агафья Лыкова встретила гостей в хорошем расположении духа и даже позволила корреспонденту сделать с собой фотографии. Она нас в этот раз замечательно встретила, потому что обычно она стеснительная, довольная. И боится камер, боится людей, так вот прикрывает лицо платочком. А в этом году она была себе очень раскована перед камерой. И когда мы написали уже интервью, я предложил фотографироваться вместе, сделать селфи. Она, как обычно, сказала, ой, что придумали, но не стала отворачиваться, а даже вот глянула в кадр и улыбнулась. Столичные студенты приезжают к отшельнице уже не первый год. Селятся в палатках рядом с домом, помогают ей по хозяйству. В этот раз они пробуют у Агафьи 10 дней, заготовят дрова на зиму и перегородят реку для рыбной ловли. Агафья – последняя из рода отшельников-старообрядцев Лыковых, которые поселились в глухой теге рядом с рекой Иринар в 30-е годы прошлого века. Семья бежала от гонения за религиозные убеждения. Несмотря на то, что родные Агафьи и ее единственный сосед умерли, отшельница отказывается покидать тайгу. А справляться с трудностями, по словам женщины, помогает молитва. Выручила молитва и при последней встрече с медведем. Из-за колеса по Иисусу молитву он как развернулся, поднялся, на дыбы высокой стал. Я прыгнул от меня, раздала молитву, а все некуда мне ни взять, ни вперед. Ни огня-то, ни список, ни все нет. Тара постояла маленько, но не видать стало его. Редактор субтитров А.Семкин